МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Эфир телеканала Губерния 33 продолжает программа на всю Владимирскую в студии Екатерины Старикова. Время летит незаметно. Кажется, что ваш малыш еще совсем недавно учился ходить и говорить, и вот уже приближается новый рубеж его взросления – первый класс. Начало учебы в школе – важное событие в жизни как самого ребенка, так и его родителей. Превращение из дошкольника, которому можно играть целыми днями, во взрослого и ответственного ученика-первоклассника, для большинства детей является непростым. Помощь и поддержка родителей в период адаптации очень важны. О чем следует знать родителям, чьи дети в скором времени станут первоклассниками, расскажет гость нашей программы – Мария Степанова, педагог-психолог. Добрый день, Мария. Добрый день. Давайте начнем с самого основного, с самого главного. Нужно ли родителям вообще настраивать ребенка морально и загодя за какой-то период, еще до начала обучения в первом классе, говорить ему о том, что ждет его новая жизнь, много новых интересных друзей и знаний? Да, необходимо все-таки ребенка подготовить к тому, что его ожидает. И такая картинка у меня почему-то представилась. Последний год, когда ребенок уже ходит подготовительная чаще всего группа в детском саду, можно, если родители уже знают, в какую школу они поведут ребенка, можно вечером прогуляться несколько раз во дворе этой школы, показать, что это за здание, что там будет происходить, что его будет ожидать. И это снимет некое напряжение перед новым этапом жизни ребенка. То есть он даже визуально должен видеть свою новую школу. Если есть такая возможность, то это будет намного комфортнее самому ребенку, и легче будет вливаться в новые обстоятельства, которые его ожидают. Безусловно. Давайте поговорим о психологической готовности к школе. Я так понимаю, что существуют некоторые позиции, параметры, по которым сами родители, не будучи психологами, могут определить, готов ли их ребенок пойти в первый класс, стать первоклассником. Да, такие показатели есть. И если мы говорим о психологической готовности, то это некий комплекс таких показателей, который может нам дать понять, будет ли успешен или не успешен ребенок в процессе обучения. И, конечно, любой родитель, он в первую очередь заинтересован в том, чтобы успех был у ребенка. На что в первую очередь мы обращаем внимание, когда говорим о психологической готовности. Есть ошибочное мнение, что если ребенок умеет писать, читать, то он готов к школе. К сожалению, не всегда дети, которые внешне, кажется, полностью готовы и все умеют делать, я имею в виду читать, писать, там еще какие-то моменты, которые проходят в школе в первом классе, приходя в школу, они через какое-то время перестают учиться, им не хочется ходить в школу, начинаются всевозможные проблемы. Поэтому критериями именно психологической готовности являются интеллектуальная готовность, следующая – это эмоционально-волевая готовность, и немаловажная, может быть, некоторые даже авторы, которые занимаются этой проблемой, и психологи ставят ее на первое место, это мотивационная готовность. Насколько ребенок заинтересован, насколько у него велико желание именно идти и учиться, именно учиться, не просто пойти в школу, потому что это интересно, это красивый рюкзак, например, это красивые принадлежности. Вот эти три аспекта, они очень важны. Давайте подробнее остановимся. На первом вы его обозначили как интеллектуальный. Верно ли я понимаю, что это как раз имеется в виду какие-то базовые знания, счет до десяти, буквы и так далее? Ну, если говорить, рассматривать как психологическая готовность, то здесь будет не совсем все-таки об этом. Здесь будет больше говориться о психических процессах, насколько они на данный момент у ребенка развиты. То есть это логика мышления? Это мышление, это внимание, это память, это восприятие. То есть все вот основные, так скажем, познавательные процессы, которые мы потом в школе, безусловно, развиваем у ребенка. И здесь самым важным, ну, одним из самых важных аспектов именно интеллектуальной готовности является умение ребенка обобщать. Это мы можем проверить, насколько это развито у ребенка через игры. Расскажу так, что часто в саду, если ребенок входит в детский сад или дома, мы просим его разделить на группы. Допустим, это будут, что такое посуда, что входит в состав посуды. Это там тарелки, кружки и так далее. И вот такого плана. Почему важно так обобщение? Потому что обобщение дает нам в дальнейшем процесс обучаемости ребенка, развивать у ребенка процесс обучаемости. Что это такое? Это когда ребенок умеет использовать, воспринимать и использовать, да, в дальнейшем правила, которые ему дал учитель. И потом, как по алгоритму перекладывать их на новые какие-то задания аналогичные. То есть, насколько ребенок готов к обучению. Обучаемость, вот так называемое понятие, оно как раз зависит от процесса интеллектуальной такой операции, как обобщение. Это, если мы говорим об интеллектуальной готовности, это одно из самых важных. Еще здесь мы можем, как родители, посмотреть, например, насколько ребенок умеет рассказывать по картинкам. И вот одно из упражнений, которое может любой родитель дома провести со своим ребенком, взять 3-5 картиночек. Может быть, это будут из известной сказки для ребенка. Эти картинки разрезать, перемешать и попросить ребенка, а теперь составь, разложи правильно, что, зачем должно быть. А потом попросить ребенка рассказать по этим картинкам рассказ. Если он это все сделает, то без помощи взрослого, то вот этот компонент, значит, интеллектуальный компонент готовности, он уже сформирован. То есть, это можно плюсик себе поставить ребенку в том числе. А умение заучивать, воспроизводить стихотворные произведения, это является тоже каким-то важным аспектом? Это, конечно, особенность, это компоненты нашей памяти. И насколько память наша развита, это тоже является важным фактором, который будет способствовать успешности ребенка в обучении. Но чаще всего это настолько все взаимосвязано, что это будет сразу проявляться. Если какой-то из компонентов западает, то и второй будет тоже тянуть за собой. То есть, это видно будет уже чаще всего раньше. Опять же, память можно развивать. И если родители заинтересованы в этом, то почему бы и нет дома самому маме или папе, бабушке, дедушке разучивать стишки, вместо того, чтобы ребенок сидел в компьютерных играх, в планшетах или на компьютере просто играл. Мария, вы сказали также об эмоциональной составляющей психологической готовности ребенка. Что здесь подразумевается? Здесь даже, наверное, больше волевой аспект будет важнее. Потому что, когда ребенок умеет работать по образцу, какой дал ему пример учитель, выполнять требования, которые предъявляет учитель, правила поведения в школе, это для ребенка очень сложно на первоначальном этапе. Когда сформируется произвольность действий каких-либо у ребенка, то есть не потому что я хочу, а потому что мне надо, и я это буду делать. Вот эти вот аспекты, если проявляются у ребенка, то это тоже говорит о том, что ребенок готов к обучению, то есть психологическая готовность присутствует. Потому что умение выдерживать себя, свое состояние во время урока, который длится 40 минут, конечно, учителя используют всевозможные физминутки, физминутки, чтобы ребенку дать разгрузиться, переключиться. То есть постоянно какие-то интересные задания, которые разнообразными будут, безусловно. Потому что надо помнить, что концентрация внимания в первом классе у ребенка всего составляет 7, максимум 10 минут. То есть даже если вы будете дальше ему что-то объяснять, он, может быть, и будет сидеть и на вас смотреть, но это бесполезно, да, будет. То есть надо это помнить и стараться переключать, чтобы разные виды деятельности были. Ему будет интересно, и он будет все время в процессе восприятия информации и усваивания ее, соответственно. Это важный такой очень аспект для ребенка. Что касается мотивации, что должно являться для первоклассника главными мотивирующими действиями или факторами. То есть почему он должен пойти в школу, как ему донести эти мысли родителям, то есть как они с ним должны беседовать. Это тоже в какой-то легкой форме должно происходить. Потому что, наверное, не надо ребенку озвучивать. Вот это мотивация. Поэтому ты должен идти. Это можно как-то забуалированно делать. Вот надо помнить о том, что, да, у нас ребенок, ну, чаще всего это семилетка в среднем, вообще в школу принимают по законодательству Российской Федерации с шести с половиной лет. Ребенок к этому возрасту, его ведущая деятельность, когда он только переступает порог школы, так условно скажем, да, меняется с игровой деятельности на учебную. Но не надо забывать, что в течение первого года обучения ребенка игровая деятельность, тем не менее, присутствует. А если мы говорим вообще о подготовке ребенка в школе, то есть это может быть даже полгода до того, как ребенок пошел в школу, естественно, игровая деятельность у него присутствует, она еще в активном таком состоянии. Поэтому усаживать ребенка, говорить, так, мой хороший, я тебе сейчас все расскажу, и взрослым языком все объяснять, конечно, не стоит. Он, может быть, и постарается вас понять, но для него будет гораздо комфортнее и приятнее диалог, если родители выстроят вот в такой игровой форме. Рассказывая о том, что же его ожидает в школе и почему надо вообще идти в школу, очень важным является момент, когда ребенок понимает, что я хочу идти в школу, потому что я хочу быть учеником, приобрести статус ученика, то есть это внутренняя такая потребность у ребенка возникает. Это новый такой этап в развитии ребенка, когда он понимает, что вот я хочу уже приблизиться к вот этому миру взрослости. То есть вот детский сад – это уже как-то неинтересно для меня, ребенок так рассуждает. Я уже хочу вот нового этапа, по-новому прочувствовать себя. Поэтому так важны ему вот эти атрибуты, чтобы школьные, чтобы у него был свой стул дома, где он там повесит свою форму, например, свой стол, где он разложит все свои вещи. То есть вот это вот внешние моменты, очень значимые для ребенка. У него ощущение, что я тоже прикасаюсь, хоть частично, но вот этому миру взрослых. А второй момент, который формирует правильную мотивацию для ребенка, это когда у него возникает потребность познавательных, получения новых знаний. Новая информация. Да, новая информация. Он понимает, что дома я ее уже не получу. То есть дома мне ее уже не дает, а ее хочется получить. И вот тогда ребенка возникает вот при двух вот этих компонентах, двух составляющих, возникает вот это вот внутреннее состояние ученика. Я буду учеником, и для меня это вот важно. И тогда ребенок даже вот можно понаблюдать за первоклассниками. Некоторые идут, так плетутся, рюкзак набрали, вроде бы, да, букет цветов, но как-то вот на лице нет такого желания. А некоторые дети идут, у них плечи расправлены, они такие с восторгом, глаза горят, да. Вопрос, конечно, в том, как дальше это все пойдет, но тут много очень зависит от взрослых и со стороны учителя, и со стороны родителей. Но вот почему я говорю, многие авторы, которые занимаются этой темой, они говорят, что, пожалуй, мотивационная составляющая – одна из самых важных составляющих. Потому что, когда у ребенка сформирована вот эта внутренняя позиция ученика, я хочу быть учеником, я хочу вот испытать вот это ощущение, то все, он будет, и волевой компонент у него будет развит, да. И в плане интеллектуальном, если нет никаких проблем со стороны физиологии, да, то есть вот в норме ребенок всегда развивался с самого рождения, нет отклонений, я имею в виду, по интеллектуальному развитию вообще ребенка, то, конечно, все будет в соответствии с возрастом происходить, и ребенок будет стремиться получать новые знания, и сидеть он будет примерный, и будет стараться выполнять те требования, которые для него учитель, ему учитель будет предъявлять. Мария, мы с вами поговорили о психологической стороне, но ведь ребенок должен быть еще готов и с физиологической стороны. Существует такое, я не знаю, поверье, не поверье, но в народе говорят, скажем так, что если там у ребенка не выпали, и не выросли передние зубы, если у него там ладошка не такого размера, какого надо, это действительно нужно обращать внимание родителям на какие-то такие моменты, или это в асне? В этом доле правда есть, относительно ладошки, потому что это мелкая моторика, насколько ребенок будет, насколько ребенку будет хорошо, даже не хорошо, удобно держать ручку, да, потому что пишут они много, рука устает быстро, понятно, что опять же, физкульт-минутки учителя делают, безусловно, но насколько сильно на данный момент, когда ребенок идет в школу, является рука, в соответствии с возрастом его, да, она развивается, настолько легко ему будет писать, настолько будет хорошим почерк впоследствии, то есть это важно на самом деле. Важным еще является то, насколько вообще, в принципе, физически развит сейчас ребенок, на момент я имею в виду поступление в школу. Бывают такие ребята, которые в течение первых семи лет жизни, они, например, часто болели, да, ну, по разным причинам такое бывает, и организм ослабленный, или часто какие-то ОРЗ, вот такого плана заболевания, то, соответственно, ослабленный организм, он будет давать сбои и во время, сначала во время адаптации, это будет очень быстро заметно, и во время учебы тоже. А сколько адаптационный период длится первоплательника? В норме, в норме, если вот все хорошо, то это два месяца в среднем. Всего два месяца, даже не полгода. От двух недель до двух месяцев. Это есть вот прям легкая, хорошая адаптация. Считается в среднем, это где-то три месяца, уже когда до полугода ребенок все никак не адаптируется, то это уже все-таки считается такой средний уровень адаптации, уже, значит, появляются сложности у ребенка, они могут быть поведенческого плана, в том числе и проблемы со здоровьем. По детям очень быстро видно, когда что-то у них не получается в школе, у них начинаются психосоматические какие-то расстройства. И ребенок говорит, ой, меня живот заболел, голова заболела, я в школу сегодня не пойду. То есть на это сразу должны родители обращать внимание, сразу подходить к учителю, выяснять, как и что с ребенком происходит в школе, в классе, и искать варианты, как эту ситуацию исправить, чем помочь ребенку. То есть если в школе есть психолог, значит, к школьному психологу сразу идти. То есть в любом случае надо руку держать на пульсе, потому что ребенку обязательно нужна будет помощь. Вот именно со стороны родителей, какая должна быть поддержка, чтобы ребенок наиболее комфортно этот период прожил? Со стороны родителей, во-первых, надо быть самому на позитиве, то есть самим родителем. Не надо перекладывать свои какие-то переживания, свои какие-то ожидания на ребенка. Позиция родителя должна быть такая. «Мой ребенок, я его люблю таким, какой он есть». То есть такое понятие, как безусловная любовь, и мы должны принимать изначально своего ребенка таким, какой он есть, не сравнивая его с соседом справа, слева, в детском саду и так далее. Потому что как только мы начинаем сравнивать, это сразу снижает вообще желание ребенка учиться и чего-то добиваться в жизни. Особенно в начальной школе, особенно в первом классе, когда он только вообще первые шаги делает, это всегда шаги такие неуверенные, в чем-то неопытные и так далее. Поэтому для родителя максимальное спокойствие, максимальный, на самом деле, позитивный настрой. Наблюдая за родителями, которые забирают детей из первого класса после уроков, вижу тоже такие вот два варианта, наверное, когда одни родители говорят, «Ну что, тебя никто сегодня не обижал?» А вторые родители говорят, «Ну как у тебя дела?» «Что ты нового узнал?» И я думаю, несложно догадаться, что второй вариант, он все-таки предпочтительнее. И хочу вот остановиться на первом варианте. Опять же, из моих наблюдений. Если родители постоянно спрашивают, особенно это мамы, у которых гиперопега, высокая тревожность, если родители постоянно такого плана вопроса задают, то это приводит к тому, что где-то к середине года ребенок говорит, «Мам, ты знаешь, меня вот тот-то обижает, тот-то обижает и так далее». И начинается конфликтная ситуация. Не создавайте искусственно того, чего не может быть. Потому что дети в этот период, они очень хотят дружить, они очень хотят узнавать других людей, они очень хотят быть включены в какое-то взаимодействие. И часто сегодня он пришел и говорит, «А я сегодня, у меня новый друг появился там, Миша, а завтра он говорит, «А я сегодня дружу вот с Катей». И они вот постоянно так меняют, они друг друга узнают в это время, и это здорово. Важная позиция родителей – это поддержать, попросить их рассказывать о том, что у них происходит в жизни, в школе. На это не жалеть, потратить на это время. Вот сядьте 15 минут, просто друг перед дружкой с ребенком проговорите. Да, чтобы он выговорился. И это ребенок будет вам очень-очень благодарен. Он будет видеть, что его учеба важна его родителям. И у него автоматически будет появляться желание показать какие-то новые достижения, чтобы родители порадовались. Мария, с началом учебного периода в жизни ребенка у него появляется в жизни, опять же, новый человек, новый авторитет – это учитель. И вот как в данной ситуации вести себя родителям? Нужно ли как-то уходить на второй план? Или здесь должен быть некий баланс соблюден? Учителя начальной школы всегда говорят о том, что важно, чтобы родитель, ну, даже не только учителя начальной школы, все учителя говорят, чтобы родитель принимал всегда участие в жизни ребенка, не был отстраненным. Особенно это на первоначальном этапе. В первом классе родитель должен быть рядом и в поддержку учителю. Не мешать ему, не учить, как и что должно быть. Если есть какие-то особенности у ребенка, то, безусловно, родитель должен подойти и рассказать об этом учителю. Но быть другом, быть в любом случае поддержкой учителю, родитель, я даже считаю, наверное, обязан. Потому что это жизнь, это развитие его собственного ребенка. И начальную школу родители все-таки должны рядом идти с ребенком, не отстраняясь, не говоря, ну, все, ты взрослый, ты уже пошел в школу, сам учись. Я-то сам учился. То есть вот шикарная фраза такая бывает у родителей. То есть смотреть индивидуально, конечно, каждого ребенка надо смотреть, но если мы говорим в целом, то родитель не должен отстраняться относительно второго плана. Вот тут сложно сказать. Для ребенка на самом деле, и это в норме, начальная школа, учитель является авторитетом. И очень часто родители говорят, я объясняю ему домашнее, что вот надо так сделать, а он мне говорит, а учитель сказал вот так. И вот здесь очень важно, чтобы родитель поддержал авторитет учителя. Если учитель сказал, то значит так. И если с чем-то все-таки родитель не согласен, то это можно решить вопрос, поговорив наедине с учителем, не обсуждая ни в коем случае при ребенке какие-то спорные вопросы касаемо обучения, воспитания ребенка. Мария, у нас остается буквально пара минут, и у меня для вас есть такой вопрос на закуску. Я тоже как мама будущего первоклассника, 1 сентября мой сын пойдет в первый класс. Поздравляю. Спасибо. Здорово. Меня очень интересует, нужно ли с ребенком учить уроки до какого периода, или просто такой легкий контроль, и нужно ли собирать портфель, или все-таки дать простор самостоятельности? Это вопрос всегда очень актуален у родителей. Хочу сказать так, что если мы хотим воспитать самостоятельного ребенка, то, конечно, мы должны сначала заложить правила, как и что надо делать, и потом дать возможность совершить ребенку ошибку, но быть рядом все-таки и в нужный момент поддержать. А дальше он должен самостоятельно быть. Если мы говорим конкретно об учебе и сборе рюкзака, первоначально, в период адаптации, необходимо помогать ребенку. Его надо просто научить новым правилам. Для него это не каждый день он это делает, для него это все впервой. Поэтому с вечера вы вместе с ребенком собираете рюкзак. Но это выглядит так. Сынок, мы сейчас идем собирать рюкзак, и теперь вспоминаем, что нам необходимо. Он начинает говорить, он складывает, а вы рядом стоите и наводящие какие-то вопросы задаете. А не делаете все за него. То есть он должен сам учиться рассуждать, сам брать на себя ответственность за то, что он делает. Относительно домашних заданий, в первом классе, в принципе, у нас их нет вообще считается. Если что-то необходимо будет на закрепление, какие-то даются задания, то родитель должен с ребенком быть рядом и помогать ему. Рядом может быть даже сидеть. Но ручкой водить, своей рукой водить не надо. Ребенок делает сам, а вы рядом с ним его поддерживаете. Со второго класса ребенок уже делает сам, а вы находитесь в отдалении. И просто если у него какие-то возникают вопросы, вы слушаете сначала его рассуждения относительно того, как что делать. И только потом, если нужна будет помощь, вы подходите. Вообще всю начальную школу, в принципе, родитель должен быть рядом с ребенком. Но на самом деле контроль, контроль дневников, тетрадей, время от времени, это не думайте, что дети считают это как наказание. На самом деле, когда мы проверяем дневники для ребенка, это говорит о том, что я своему родителю значим. Ему не безразлично, что со мной происходит. А уж как родитель, конечно, это показывает свой интерес. Это уже другой вопрос, но уже, так скажем... Это тема для отдельной программы. Да, да, это тема для отдельной программы. Мария, спасибо за ваши полезные советы. Я напоминаю, что сегодня у нас в студии была Мария Степанова, педагог-психолог. Зрителям также напоминаю, что эту программу и другие актуальные новости вы можете найти на нашем сайте trc33.ru. Я же с вами прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова